МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в начале выпуска. Коротко о главных темах. До 9 июля без горячей воды. С завтрашнего дня коммунальщики приступают к ремонту центральной котельной. Сказали школе прощай, как прошел выпускной бал в Муравленко. На 530 вакансий 140 безработных. Городу нужны специалисты в области строительства, транспортной сферы и образования. С завтрашнего дня в городе будет отключена подача горячей воды. Коммунальщики продолжают подготовку к предстоящей зиме. В период с 26 июня по 9 июля специалисты Ямалкоммунэнерго выполнят комплекс работ по подготовке сетей горячего водоснабжения, в том числе ремонт участков, по которым поступали обращения жителей. В городе продолжится промывка внутриквартальных сетей тепловодоснабжения и канализации. В этом году Ямалкоммунэнерго проведет масштабные ремонтные работы. Предстоит обновить более 8 тысяч метров сетей теплоснабжения. Кроме того, будет проведен ремонт водопроводных сетей, оборудование котельных и теплопунктов. В этом году в 14 жилых домах обновят кровли. Работы выполнят подрядчики в рамках программы капитального ремонта. Все подробности в следующем сюжете. Кровельные работы – самый сложный этап капитального ремонта. На всех 14 кровлях, подлежащих замене этим летом, работы ведутся одновременно. В настоящее время на объектах работают 5 подрядчиков, 2 организации местные, другие – иногородние. Затянувшиеся дожди задерживают рабочих, доставляя неприятности жильцам. В связи с погодными условиями было влажно, было сыро. Мы не могли остановить, чтобы уменьшить протекание воды ливневой в жилые квартиры. Поэтому закрыли у технодзора замечания. Значит, мы это демонтируем и выполним снова. На сегодняшний день на крыше дома номер 16 на улице 70 лет октября оштукатуренной поверхности вентиляционных шахт и выходов на кровлю ведутся подготовительные работы по устройству козырька крыши. Поэтапно до бетонного перекрытия снимается старая кровля. Согласно новой технологии, на залиту свежим цементным раствором крышу после высыхания укладывается два слоя современного кровельного материала. Производитель дает ему гарантийный срок от 30 до 50 лет. Контроль за работой подрядчиков ведется непрерывно. У комиссии, курирующей капитальный ремонт в городе, выходных нет. Качество выполнения работ оценивают специалисты окружного фонда капитального ремонта. Наши кураторы приходят, проверяют, фиксируют и какие-то замечания отрабатываем совместно с подрядчиками и сразу устраняются. В случае подтопления жилья в ходе капремонта специально созданная комиссия обходит с исполнителем все квартиры пострадавшего дома. Составленный по результатам осмотра акт направляется подрядчику, который гарантирует определенные сроки исполнения. До устранения всех замечаний работа подрядчика по контракту оплачена не будет. В этом году на ремонт 15 домов будет потрачено более 80 миллионов рублей. На 14 из них заменят кровлю, в 11 будет отремонтирован фасад, еще на 6 полностью обновят всю систему тепловодоснабжения и канализации. Юлия Лучникова, Юлия Сидарек, Антон Иванов. Новости Муравленко. В случае принятия пенсионной реформы пенсионеры смогут получать в год на 12 тысяч рублей больше. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он особо подчеркнул, что главная цель предложений правительства – увеличение размера выплат как нынешних пенсионеров, так и будущих. Если ничего не предпринимать, не изменять параметры пенсионной системы, не повышать пенсионный возраст, ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета – нет, отметил министр Топилин. Напомню, проект по повышению пенсионного возраста обсуждался давно не только экспертами, но и различными профессиональными группами. Решение, безусловно, очень трудное и спорное очень, но таковы экономические реалии. Увеличение пенсионного возраста позволит избежать ухудшения положения пенсионеров, уйти от ситуации, когда пенсии растут медленнее, чем зарплаты, и все меньше могут заместить те доходы, которые они получали до выхода на заслуженный отдых. Со следующего года в России планируют увеличить пособие по безработице. Власти уже начали разработку документов, которые откорректируют условия, сроки и процедуру начисления выплаты. Сегодня на учете в городском центре занятости населения числится 148 безработных. Банк вакансий насчитывает почти в три раза больше запросов – почти 530 позиций. Дефицит рабочих кадров наблюдается в строительстве, транспортной сфере, образовании. Городские организации нуждаются в поварах, охранниках, машинистах, спецтехнике, специалистах по информационным технологиям. Больше всего открытых вакансий – это должности рабочих специальностей. Для сокращения количества безработных в центре занятости действует около 20 мероприятий. Подробнее о них можно узнать на интерактивном портале службы занятости. В Муравленко прошел праздник выпускников. В этом учебном году со школой попрощались 228 юношей и девушек. Свыше сотни победителей и призеров окружных и всероссийских олимпиад и конференций. Двое учащихся, набравших максимальное количество – 100 баллов на едином государственном экзамене. 10 медалистов. Имена 30 выпускников пополнили книгу почета лицея. Таков результат выпуска 2018 года. Юноши и девушки получили документы об окончании средней школы. Как будто совсем недавно дети шли в детский сад, потом первый класс. И вот уже сегодня они выпускники. Много поздравлений звучит сегодня в их адрес. Конечно, это волнение. Конечно, это радость. И для ребят, и для родителей. Верим. Все у нас получится. Все получится и у вас. Все получится в вашей карьере, в вашем учебе, в вашем личностном развитии. А город Муроменко всегда вас ждет. Будет и ждет. Удачи, дорогие друзья. Успехов всего самого-самого доброго, чтобы жизнь у вас была. Пусть они всегда поставили. Но честно, чтобы вы помнили всегда семью, школу, лицей, облик, нашим мамам, нашим родителям, нашим Россиям. Успехов вам, светлые народы. Позади государственная итоговая аттестация. Впереди выбор профессионального и жизненного пути, принятие важных и ответственных решений. А пока праздник юности и окончание школы. Все воспоминания, что там были, все эмоции, абсолютно все. Каждый день, что я провела там, каждый день останется в моей памяти. Воспоминания какие. Воспоминания того, как мы готовились к каким-то мероприятиям, например. Или даже как подготовки к ЕГЭ было. Тоже это большое воспоминание для меня. Только хорошие воспоминания. Добрые учителя и отзывчивые преподаватели, педагоги, да и друзья. О том, каким был выпускной балл 2018, смотрите в специальном репортаже нашего корреспондента Ольги Черной сразу после выпуска новостей. Дипломы об окончании обучения получили и студенты Муравленковского многопрофильного колледжа. Впервые их выпускной вечер прошел в городском доме культуры. В этом году колледж выпустил самое большое количество студентов. Почти 180 человек стали дипломированными специалистами. Все подробности у Анастасии Пономаревой. Выпускные экзамены сданы успешно. Дипломные работы защищены. Осталось еще одно испытание – справиться с волнением и смириться с расставанием. Первыми на сцену приглашают 12 лучших студентов выпуска. Таких и отпускать жалко. Дипломы особого образца им вручают представитель губернатора Валентина Полынова и глава города Александр Подорога. Вы теперь уже на взрослой дороге жизни. Вы получили профессию. Мы надеемся на то, что те знания, которые вы получили в нашем колледже, дадут положительные сходы. Колледж дает вам знания, как пройти в библиотеку и как получить те или иные знания. Дает ключевые аспекты. Дальше дело за вами. Как вы будете дальше развиваться, как вы будете дальше открывать для себя новое, и что будет целью вашей жизни, и предопределить сегодня, именно сегодня, вашу дальнейшую жизнь. Рабочие профессии сегодня особенно востребованы на рынке труда. Это подтверждают и руководители предприятий, которые пришли поздравить выпускников колледжа. Работодатели отмечают высокий уровень подготовки муравленковских студентов. Только борец Муравленко ежегодно берет на практику до 50 человек. 114 выпускников сейчас работают на предприятии. 13 занимают инженерно-технические должности. Муравленковский многопрофильный колледж очень востребован в нашем городе. Он помогает нашим жителям, помогает нашим предприятиям, нашему городу. Двоих выпускников Никиту Игнатенко и Марата Султанова пригласили на работу прямо во время вручения дипломов. Ребята хорошо зарекомендовали себя в период прохождения практики. Преподаватели прощаются со своими воспитанниками со слезами на глазах и гордостью за них. Гордиться по праву есть чем. Студенты Муравленковского колледжа – постоянные победители и призеры региональных, всероссийских, международных конкурсов профессионального мастерства, спортивных и творческих состязаний. У нас очень много студентов, которые учатся на 4-5. У нас есть отличники. Среди выпускников есть стипендиаты не только правительства Ямала Нинецкого автономного округа, губернатора ЯНАУ, но и есть стипендиаты правительства Российской Федерации. Сейчас делятся основные три потока. Те, кто сейчас на работу, и у них уже есть работа, и у них есть предложения. Те, кто идут в армию осенью, как правило, сейчас летом отдыхают, к осени уходят в армию после армии, в трендустрации. Процентов 30 у нас ребят планируют поступить дальше в высшее учебное заведение уже по профилю специальности. Антон Андреев мечтал стать электриком еще седьмого класса. Колледж парень окончил с красным дипломом. Дальше пойду учиться в ВУЗ, в высшее учебное заведение, чтобы работать на предприятии, по карьерному росту чтобы был. Дарья Бессонова тоже отличница и также собирается продолжить обучение по профилю в ВУЗе. Но колледж останется в ее сердце навсегда. Конечно, хотелось бы еще сюда прийти учиться и на какую-нибудь другую специальность, потому что колледж, здесь и преподаватели очень добрые, и всегда идут на уступки, и помогают, и вообще, в принципе, и по учебе, и если в каких-то личных делах. Теперь их можно по праву назвать нефтяниками, энергетиками, воспитателями, слесарями-ремонтниками, автомеханиками, компьютерщиками. Уже завтра вчерашние студенты станут в один строй вместе со своими старшими товарищами и начнут свой собственный профессиональный путь. В городе завершилась молодежная неделя, в рамках которой муравленковцы поучаствовали в самых разных мероприятиях. Заключительными стали соревнования по пейнтболу. В них участвовали 20 команд. Играли по олимпийской системе. Победители этапов переходили на следующие и продолжали соревнования. Соперничество было серьезным. Игра азартной. Я играла первый раз. Мне очень понравилось. Хотела бы еще раз поиграть. Умер, конечно, рано очень. Потому что из-за глупости начал вылазить. Посмотреть, что происходит. И прилетело в меня шариком. Сейчас я выступаю за детский сад «Снежинка». Так как работает у меня там супруга. И младший сын в саде ходит. Этой игрой я очень доволен. Мне она очень нравится. В результате первое и второе места заняли сборные градообразующего предприятия «Газпромнефть-Муравленко». Бронза досталась сотрудникам отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Подвели итоги и других мероприятий. Так в фотокроссе самые креативные и необычные фото сделали представители детского сада «Буратино». Мы очень много раз в конкурсах участвовали. Но первое место мы заняли в фотокроссе. Было все весело, хорошо. Поэтому мы и выиграли позитивно. Спасибо за такой конкурс. Лучшей в Велоквесте признана команда «Калифорния», представившая «Газпромнефть-Муравленко». А сильнейшим в киберфутболе стал Андрей Шибаков. Пользователям мобильных устройств стало доступно приложение «Место памяти». Как сообщает Министерство культуры России, этот федеральный социальный патриотический проект направлен на выявление, сохранение и поддержание в достойном состоянии объектов военно-исторического наследия и мест воинской славы. Для этого создан интернет-портал с интерактивной картой, на которой любой житель может найти или обозначить мемориалы и места памяти, в том числе и забытые памятники, монументы, мемориальные доски, вечные огни, братские и одиночные захоронения. На интерактивную карту России уже нанесено более 10 тысяч объектов. Приложения позволят увеличить их число до 100 тысяч, дойти до каждой деревни, улицы, учесть каждый памятник и каждый подвиг. Присоединиться к волонтерскому движению и внести свой личный вклад в сохранение исторического и культурного наследия страны могут и муравленковцы. Пройдя простую процедуру регистрации в приложении, пользователи могут добавить объект, описать его и прикрепить фото. Это вся информация выпуска. Еще больше подробностей на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин